добрый день мои дорогие друзья а также гости моего канала и с днем рождения ваше величество львы будьте здоровы сияйте ярче радуйте окружающих своим светом согревайте их но не зазнавайтесь сегодня я для вас приготовила видео с подсказками и советами на период транзита солнца под знаку лев надеюсь что вы найдете для себя полезные подсказки и так 23 июля сразу после полуночи солнце открыла врата в знак зодиака лев и пришло ваше время дорогие львы солнце ваша планета ваш управитель и будет хозяйничать она у себя дома вашем знаке до полудня 23 августа на протяжении всего этого периода будут рождаться люди дети с солнцем во льве в гороскопе и новый зодиакальный месяц начнется сразу же с напряженного аспекта поскольку солнце будет конфликтовать с плутоном и продлится их конфликт до 3 августа кризисная энергия будет властвовать во всем пространстве опасным станет пространство поэтому берегите себя по возможности не планируйте важных дел на конец июля и начало августа отложите все что можете в долговые обязательства не входите людей давящих на вас свою жизнь не впускайте и конечно же не манипулируйте другими людьми но и другим тоже не позволяйте манипулировать собой не рискуйте своими деньгами в это время не рискуйте своим здоровьем в этот период избегайте толпы избегайте темных улиц до заведений и компаний сомнительных не по пути вам с ними берегите себя и своих близких риск в это время не уместен от слова совсем не высовывайтесь наблюдайте за тем что вокруг вас происходит поверьте всем нам будет зачем наблюдать в этот период посланец богов меркурий вместе с черной луной лилит ударят квадратами по непредсказуемому урану и тогда дух бунтарства разгуляется а вы будьте мудрыми за словами своими следите девиз этого периода язык враг мой помните об этом думайте о том что говорите одно слово необдуманное в это время будет способна сломать вашу дорогу жизни да и ближние тоже будут способными стать в этот период предателями больше гуляйте на природе меньше общайтесь с людьми и не будьте пешками в чужих руках все у кого есть амулеты нательные крестики молитвы не забывайте до конца августа носить все это с собой поверьте это может вас защитить в критической ситуации уберечь от проклятия или сглаза и таких ситуаций до конца августа будет предостаточно не провоцируйте других людей отойдите от греха подальше и помните что береженого бог бережет и не забывайте молиться перед выходом из дома или перед дорогой красавица венера 23 июля уже ушла в свою ретроградность и будет она бродить по дорогам прошлого до 4 сентября но дорогу назад она найдет окончательно только после 7 октября а теперь поставьте видео на паузу откройте свои гороскопы рождения и проверьте их если вы видите что в вашем гороскопе есть планеты или важные точки с 12 по 28 градус знаков телец лев скорпион водолей или же с 12 по 28 градус знака овен близнецы весы или стрелец то ждите приветов из вашего прошлого и особенно сильно в этот раз венера в период своей ретроградности будет влиять на тех кто рождены вблизи дат с 31 января по 19 февраля с 1 по 21 апреля с 1 по 21 мая с 3 по 23 августа с 3 по 23 ноября с 1 по 21 июня с 3 по 23 октября и с 3 по 23 декабря в этот раз на своем пути ретроградности будет суждено красавице венеры повстречать демоницу лилит черную луну поэтому берегите своих желаний необузданных не теряйте голову не теряйте честь пройдите с честью искушение гордыни и честолюбием ревностью и тщеславием ненасытностью во всем старайтесь быть скромнее держите себя в руках и помните все это будет от лукавого и петляя по дорогам прошлого в этот раз венера будет биться квадратом с непокорным ураном и полетят союзы в тартар тары и будет меняться во всем мире финансовая система не переживайте если в это время не будут ладиться ваши дела любовные всему свое время не боритесь за те отношения которые уже и нести тяжело и бросить жалко бросайте их уран вам в помощь а вот деньгами пока не рискуйте поскольку великое напряжение будет царить в денежной сфере а теперь снова в снова поставьте видео на паузу и проверьте свои гороскопы рождения если вы найдете в вашем гороскопе планеты или важные точки начиная с двадцать шестого по тридцатый градус знаков зодиака лев телец скорпион или водолей или же вы рождены вблизи дат 16 по 21 мая 16 по 21 ноября 16 по 21 февраля или с 18 по 23 августа то вы конечно же будете в игре в этот раз и венера будет очень сильно на вас влиять то берегите свои отношения и не поддавайтесь на уловки лилит и даже новолуние которая состоится 16 августа тоже будет окрашена энергии урана луна соединится солнцем 16 августа и ударят светило напряженным квадратом по урану планете неожиданных перемен реформ преобразований революции бунтарства и протестов и многим из вас будет суждено тогда покинуть зону стабильности зону комфорта но это как всегда делать тяжело но за идиакальный месяц лев он полон неожиданных перемен мир меняется вокруг вас и вы старайтесь меняться вместе с ним будьте гибкими подстраивайтесь идите в ногу с новым духом времени и помните что самая большая ценность это вы сами ваш дух ваша душа ваш ум поэтому цените себя и вот это новолуние 16 августа и следующий лунный месяц не забывайте о народной мудрости что посеете то и пожинать будете а в это новолуние к сожалению многие могут посеять семена которые будут отравлены ложью лицемерием ненавистью ради чего ради новых ощущений ради жажды свободы или желанием обязательно сделать все по-своему настоять на своем доказать кому-то что-то и многие пожертвуют чем-то по-настоящему важно хорошо если все закончится вместе с лунным месяцем то есть через 28 дней но совсем не исключено что те сюжеты те события которые начнутся вблизи этого новолуния они могут затянуться на долгие два с половиной года а теперь вновь поставьте видео на паузу и проверьте свои гороскопы рождения и если вы видите что в вашем гороскопе есть планеты начиная с 21 по 25 градус знаков зодиака лев телец скорпион или водолей или же вы рождены вблизи дат с 13 по 17 августа с 1 мая по 5 мая с 13 по 17 ноября или с 10 по 15 февраля обязательно прислушайтесь к этому совету не теряйте головы будьте благоразумны не спешите никуда и вам как никогда понадобится рядом верный надежный а главное разумный друг который будет способен удержать или отговорить вас от ненужных порывов но самое опасное время будет с 10 по 20 августа в это время могут происходить катастрофические события события глобального масштаба прошлый раз когда планеты выстраивались подобную конфигурацию произошли большие землетрясения в турции сирии и румынии поэтому берегите себя будьте осторожны еще раз ставьте видео на паузу и проверьте свои гороскопы рождения и если вы видите что у вас есть личные планеты или важные точки вашего гороскопа начиная с 3 по 6 градус знака рыбы девы или же начиная с 18 по 21 градус включительно знаков овен и весы или же вы рождены вблизи дат с 8 по 12 апреля с 11 по 15 октября с 22 по 26 февраля или с 26 по 30 августа то вам нужно проявить максимальную осторожность не рискуйте нигде и ничем ну а теперь мы с вами рассмотрим что же будет происходить с деньгами и бизнесом в этот период форс-мажорная энергия будет властвовать во всей финансовой сфере на протяжении всего зодиакального месяца лет венера это символ денег и она будет биться квадратами с ураном а уран это планета перемен и неожиданных перемен поэтому наблюдайте думайте делайте выводы не спешите из 23 по 29 июля сосредоточьтесь на ранее подписанных контрактах вспомните о партнерах с которыми вы уже когда-то сотрудничали постарайтесь возобновить ваше сотрудничество новых деловых союзов создавать сейчас не стоит внимательно читайте новости в этот период своевременная реакция и какие-то новости могут помочь вам уберечь ваши деньги с 30 по 3 августа присмотритесь к зарубежным партнерам подписывайте важные контракты ищите поддержку у людей влиятельных это хороший период для обращения к юристу и к адвокату а с 4 по 16 августа этот период будет располагать переговорам важным в условиях реформ поэтому встречайтесь общайтесь планируйте но помните что рисковать деньгами сейчас все-таки нельзя в долг никому не давайте словам обещаниям не верьте с 17 по 23 августа все крупные покупки намечайте на эти дни но только те покупки которые вам по карману и если вы вздумаете в это время взять кредит то помните о том что вернуть его будет очень очень тяжело выходите на подписание соглашений с партнерами издалека из-за границы решайте любые юридические вопросы период будет благоприятен для этого что касается путей и дорог до 23 августа то с 23 по 29 июля дороги будут опасны не надо маршрут планировать в это время ничего у вас не получится так как многое пойдет не по плану нервный путь беспокойные дороги отправляйтесь в это время в дорогу только с теми людьми на которых вы на самом деле можете положиться в которых вы уверены а новый человек в этот период может стать для вас причиной стресса не берите его с собой помните что старый друг лучше новых двух будьте внимательными на дороге не доверяйте другим водителям и не расслабляйтесь пространство будет аварийным с 30 по 31 июля можете отправляться в эти даты в родные места или же на природу ближние поездки будут благоприятными начиная с 1 по 4 августа пути будут тяжелыми особенно когда предстоит отправиться вам в дорогу на старой машине или на старом транспортном средстве тогда большая вероятность того что это средство может сломаться в дороге вы можете повстречать проблемы или препятствия поэтому заранее изучите свой маршрут какие дороги открыты какие дороги закрыты чтобы вы не попали в тупик начиная с 5 по 18 августа собирайте свои чемоданы море зовет вас горы вас ждут просторы широкие по вам давно уже скучают это очень хороший период для отдыха и для дороги дальней с 19 по 23 августа ваши ожидания в этот период могут не совпадать с реальностью поэтому будьте готовы к этому не верьте красивым картинкам внимательно проверьте все исследуйте ту местность в которую вы решили отправиться чтобы не столкнуться во первых с разочарованием и с ощущением того что вы зря проделали такой длинный путь и напрасно потратили свое время и деньги отделяйте зерна от плевел но чтобы сохранить здоровье в этот период запоминайте даты с 23 по 25 июля берегите свои почки уязвима мочеполовая система не сидите на холодном и показаны все процедуры в зоне лица и головы все эстетические процедуры они будут благоприятными с 26 по 27 июля проверяйте щитовидную железу лечите болезни горла гортани сдавайте анализы на гормоны но не стоит тревожить зону живота и зону паха отложите визит гинекологу в это время с 28 по 29 июля лечите болезни органов дыхания начинайте заниматься лечебной гимнастикой в том числе дыхательной гимнастикой печень будет уязвима в эти дни поэтому ее нельзя тревожить с 30 по 31 июля берегите свои кости берегите спину колени зубы вся костная система будет особенно уязвима не перенепрягайтесь начинайте лечить желудок в это время проводите исследования молочных желез ну а с 1 по 2 августа можете записаться кардиологу проверить свое сердце но в это время будут неблагоприятные процедуры на глазах и голенях с 3 по 4 августа уделяйте внимание своему желудку кишечнику вообще полезно голодать делать разгрузочные дни и старайтесь не тревожить стопы ног с 5 по 6 августа берегите свою голову не стоит в эти дни делать никаких процедур в зоне лица лечите лучше болезни мочепыловой системы проверяйте работу почек ну а с 7 по 9 августа это время для того чтобы посетить гинеколога уязвима будет щитовидная железа и гормональная система не нужно проводить процедуры в зоне шеи в эти дни с 10 по 11 августа пора начинать лечить вашу печень не тревожьте органы дыхательной системы в это время и не делайте каких-то процедур в зоне рук или плечей с 12 по 14 августа будет уязвим ваш желудок поэтому не тревожьте его какими-то процедурами лечите болезни костной системы можете записаться к стоматологу ортопеду или хирургу все пройдет хорошо а с 15 по 16 августа хорошо лечить болезни венозной системы и глаз но не стоит в это время тревожить свое сердце 17 по 19 августа не нужно в эти дни садиться на диету помните что все наши проблемы идут от головы поэтому можете записаться психологу или психиатру если у вас конечно есть проблемы с 20 по 21 августа это время когда хорошо делать уколы красоты и другие эстетические процедуры но это время когда нужно беречь почки дни с 22 по 23 августа можете лечить болезни горла и гормональной системы а вот визит гинекологу лучше отложить не нужно тревожить зону паха ну а теперь в конце поговорим о вечном о любви и не только можете опять отмечать для себя даты и так с 23 по 29 июля если вы до сих пор одиноки то пришло время вспомнить про тех кто когда-то был дорог трогал ваше сердце вашу душу даже можно написать кому-нибудь из них пригласить на свидание приятное и можно даже попробовать вернуть кого-то из ваших бывших того конечно же чье сердце к вам не остыло правда стоит наверное подумать о том что вы сейчас можете оказаться уже и третьим лишним стать причиной чьего-то развода или скандала грандиозного если конечно у вашего бывшего кавалера уже есть вторая половинка период будет богатым на ссоры особенно в тех парах в чьих отношениях уже давно наблюдался разлад но с другой стороны для свободных сердец открыт путь будет к знакомству знакомьтесь но не ссоритесь с 30 июля и до 3 августа можете отправляться с вашими любимыми и в путешествие интересно или пригласить их куда-нибудь старайтесь больше времени проводить вместе с ними начиная с 4 по 16 августа это будет время когда одни отношения будут рушиться а в другие наоборот будут создаваться свято место никогда пусто не бывает поэтому подавайте на развод если время пришло и все опостылило заявляете о расставании конечно если вы морально и психологически готовы к новым отношениям с 17 по 23 августа это время будет располагать к знакомству к знакомству с иностранцами с людьми издалека с людьми из другой культуры другого языка зарегистрируйтесь на сайте знакомств в этот период если вы одни и ищите то что душа ваша изволит и в поездке тоже в это время по сторонам глазами водите вдруг чей-то взгляд будет смотреть на вас и выстрелит вам прямо в сердце ну а если вам необходимо будет юридическая поддержка при разводе то в эти дни хорошо обращаться к адвокату или к нотариусу составляйте брачные контракты и спите спокойно все в жизни бывает но пусть в вашей жизни случается только хорошее и напоследок подарок для вас дорогие львы короткий прогноз для вас на ваш новый год до следующего вашего рождения и те кто рождены 20 с 23 июля или 22 августа и по гороскопу вы уже или раки или девы вам этот прогноз тоже подходит слушайте итак подсказки вам от планет все львы рожденные с 23 июля по 22 августа попадут под влияние щедрого барина юпитера а некоторые даже несколько раз и вам конечно же повезет используйте свою удачу используйте подарки юпитера во благо не сидите на месте на месте просто с неба вам ничего не упадет если вы хотите авторитета или хотите повышение на работе то конечно же сами вставайте ищите идите вступайте в амбициозные проекты будьте лидерами если вы давно хотели отправиться в дальние края куда-то за границу то стройте планы на свой отпуск и решайте их и вашу тягу к новым знаниям юпитер тоже поощрит поэтому дерзайте не откладывайте поступайте в вузы учитесь чему-то новому юпитер он очень щедрый но он и очень тщеславные дорогие львы такой же как и вы поэтому следите за тем чтобы у вас от успехов не закружилась голова тормозите себя особенно если очень часто будут посещать вас мысли какая же я великая всемогущая и так далее ну а некоторым из вас дорогие львы стоит ждать внимание еще и от других планет львы рожденные с 23 по 24 июля вы попадете под давление опасного плутона ну а плутон планета жесткая и конечно же может насыпать вам соли на раны сделать больно даже очень больно и если все в вашей жизни вдруг начнет рушиться то помните что плутон он убирает только ненужное только отжившее и это лишь необходимость для того чтобы вы начали новую жизнь пришли к новому этапу и спустя время вы оглянетесь назад и поймете что вы совершенно другой человек и все было правильно и все во благо вот пусть этот энергетический ресурс этого периода принесет вам пользу не держитесь за то что уходит рожденные с 5 по 22 августа вы на себе испытаете приятное влияние ретроградной венеры которая задержалась в вашем знаке и конечно же многих из вас потянет на шоппинг на удовольствие однако позже может оказаться что вы потратили деньги зря и где же были ваши глаза когда вы это покупали ну а также конечно же вероятен и возврат к прошлым романтическим отношениям возможно к тем отношениям которые до сих пор будоражили вас и там не стояла точка ну что же расставляйте точки над и и разбирайтесь с вашим прошлым и с вашими отношениями львы рожденные с 11 по 19 августа ждите шуток от урана сюрпризы будут поджидать вас за каждым углом именно там где вы не ожидали но постарайтесь встретить их достойно не теряйте чувство юмора да может быть какие-то планы рухнут какие-то планы придется отложить или поменять зато появится шанс сменить например ненавистную работу на что-то хорошее или завершить те отношения которые разрушали вас львы рожденные с 14 по 22 августа вы попадете под искушение черной луны демоница лилит поэтому старайтесь берегите свою репутацию обуздайте свои страсти свой эгоизм дорогие львы но старайтесь не идти у лилит на поводу помните лилит она заманивает и обещает очень много но заплатить придется во много раз больше и пожалеть об этом предупрежден значит вооружен я надеюсь что у вас все будет хорошо желаю вам всем дорогие львы удачного года и новых успехов в вашей жизни ну а теперь удачи вам всем берегите себя берегите своих близких и до встречи на моем канале ого горе и ого горе и огое а огое в и огое Спасибо.